Иркутская область продолжает помогать бойцам СВО, которые отстаивают интересы государства. Жителями Приангарья уже перечислено более 95 миллионов рублей. Фонд «Всё для победы». Председатель законодательного собрания Александр Ведерников лично передал мобилизованному всё необходимое для службы. Подробности далее. В штабе Народного фронта председатель законодательного собрания региона Александр Ведерников встретился с участником СВО. Евгений был призван вооружённой силой России в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас он в отпуске, но уже скоро вернётся на передовую. Спикер областного парламента поблагодарил его за мужество и стойкость и вручил подарки. Это вам лично. Спасибо большое. Спасибо. Сладенького же хочется. Да, сладенького всегда. Оно всегда у вас в почёте. Спасибо большое. Ну и, если так, на стол поставлю. Ну и, так сказать, в порядке служебных нужд. В порядке служебных нужд. Вот, пожалуйста, вам. Средства на это собирают в рамках масштабного проекта Общероссийского Народного фронта «Всё для победы». В апреле в нашем регионе состоялся благотворительный телемарафон, организованный законодательным собранием Иркутской области. Пожертвования перечисляли госслужбы, предприятия и все неравнодушные сибиряки, желающие внести посильный свой вклад. Ведь мы в рамках нашего марафона под вашей эгидой, под эгидой Народного фронта собрали около 20 миллионов рублей, 5 автомобилей и, как мне сказали, ещё даже продолжается сбор. Председатель исполкома Народного фронта Елена Зубун отметила, что за время регионального сбора жители Иркутской области перечислили более 95 миллионов рублей. И эта цифра постоянно растёт. Мы одни из лидеров, можно сказать. И поэтому, что ещё раз подтверждает, что сибиряки очень открыты и готовы помогать. Также на встрече Александр Ведерников рассказал, что Законодательное собрание региона при Координационном совете по патриотическому воспитанию создало новую организацию «Штаб-Зет», которая активно занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Мария Константинова, Оксана Крикунова. Местное время.